Сейчас зайдем на почту и узнаем, можно ли, чтобы наши письма не приносили на юридический адрес, на котором фактически находится фирма, а чтобы они оставались на почте, на хранении. А что нужно для того, чтобы на юридический адрес не приносили почту, а оставалась она здесь у вас в ящике? Можно так сделать или нет? Ну, чтобы почтальон вообще никакие письма не приносил. Так, оплатить хранение ящика. А, и здесь открыть ящик у вас, да? А. И здесь у вас? Нет, но здесь есть у нас абонерный чик, и да, его название будет закреплен ящиком. Ну, а если будет приходить на адрес, то будет приносить на адрес, да? Нет, ну, в смысле, как на адрес, на организацию. Вы забронировали ящик, будут от вас приставили приходить. И из ящика все будет забирать. Понятно. А если будут писать на адрес юридический, туда не будут приходить письма? Они будут здесь оставаться у вас? Ну, я вообще говорю, ну, на юридический адрес все равно там будет указать на организацию. У меня будет организация. Ну, у нас есть, ну, скажем так, 8, к примеру, да? Вот. Организация такая-то. То есть туда письма приходить не будут, они будут у вас здесь сохраняться на почте. Да, и будет от вас представитель забирать там раз в неделю. Да, по доверенности. Ну, как я сейчас забираю. А вопрос, этот директор должен, ну, делать или по доверенности можно открыть этот ящик? Ну, нет, мы сейчас... И сколько это стоит? В месяц 324 рубля. То есть за год получается в районе... Ну, 3 тысячи, не стану 2 месяца. 3 600 рубля. Понятно. И еще такой вопрос. А если судебные будут приходить, они будут через 10 дней уходить или тоже будете отлаживать этот день? Да, они не через 10, а через 7 дней будут уходить. Уходить. То есть их надо приходить, забирать вовремя, да? Да. Они в почтовый ящик этот не попадают, ну, в абонент. Не будут попадать, ну, вот такие вот квитанции судебные. Все равно он приходит, там мы ищем здесь. Понятно. Все ясно, спасибо. Спасибо.